В главе 36-й книги, видя народа, он сжалился над ними, что они были верены и растения, как овцы, не имеющие кастыря. Тогда он говорит усинникам своим, жатвы много, а делателей мало. И так молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву. Православные плохо знают в Писании, но вот эти не слышали. Они по-словянски похоже считают. Рассеянная. А вот эти слова, которые говорят, что это рассеянная, они больно бьют по тем, кто принял собирать. Вот эта книга Царств, 22-й, 18-й, напоминаю эту историю. Два царя готовились на войну, обсудили, план составили, а сердце неспокойно. Оно евреев, но уже так, что было разделено после Соломонова, израильско-иудейское царство. Все расплановали, а это война. Давайте мы просили бедные силы, а они говорят через людей. И все единодушно говорят, будет победа. А знаете, какая эйфория? Когда еще не вышли на войну, и точно знают, что победа будет. Я в архивах считал старые газеты, ходил специально в Кривую. И вот считаю, 41-й год. Киев не задим никогда. Врагу не тостать киевского крещаника. Заголовки. Неделя проходит. Киев сдан. Клятвина утверяет. Снова считаешь, орел никогда не будет подпитой фашистских захватчиков. Три дня прошло, орел сдан. Это человеческое все. Но когда Бог говорит, вот надо преклонить ухо. И вот собрали всех пророков. И все одинаковые пророки, притом пророки-то хорошие были. Никогда не были замечены в скверных делах. И все единодушно сказали, Бог говорит через нас, победа будет. А сердце неспокойно. И тогда сказали, у людей спрашивают, а еще есть кто-нибудь? Может один не пришел, а через него Бог будет говорить. Я не люблю его, он никогда обо мне хорошего не говорит. Он не сказал, что правда обо мне не говорит, а хорошая. Так хорошая-то надо заслужить. Не все знают его имя. Его отмечают редко. Несей, сын Имлаев. Несей Имлаевич. Отдевает слугу. Я представляю, как он бежал. Как он радовал. Прибежал, говорит все пророки-генуши, говорят, победа будет. Пусть бы твоего согласное было. Разве можно за меня отвечать? Бог что-то скажет, что я ведь скажу. И когда он пришел, царь уже настороженный знал. И скажет он как все. Такой тем человек, такой упорный, поперешный. Он каждое слово по-своему, чтобы по его было. И вдруг он говорит, иди, будет победа. Царь испугался. Я тебе говорю, правда и говори. Я правда и говорю. Но я видел, что израильтяне это овцы растерянные. И он сказал такие слова. Я вижу всех израильтян растерян по горам, как овцы, у которых нет пастыря. И нет у них наставника. Пусть возвращается с миром каждый дом свой. Вот это победа. Ну и какая у меня разница, растерянный нет. Мне главное сегодня победу. Нет. Это так ударило царя. Он говорит. Я говорил никогда, он обо мне хорошего не говорит. Я пастырь. Я царь. Я даю законы. Я президент. Я леви ввиду к торжеству святого будущего. У них пастыря нет. Это овцы мои. Нет пастыря. А вот теперь к нам вопрос. А у нас есть пастыря? Это шло не о Боге. А о видимых, которых Бог ставил. И те, которые пророчествовали, и которые бежал пастыльный, с одного еврея. Тут уже никакого шовинизма нет. Никаких подделок нет. Все точно. И все, что сказано, это евреям. Они точно знали, что они исполняют закон Бога Всевышнего и Евгова. И что законы мои все это исполняются. И что они такие дружные. Друг за друг. И вдруг картина. Почему же ты так говоришь? Ну все же одинаковые. А я был перед Богом. Я видел, как Бог советовался. И один дух говорил так. Иначе Ахаву увлечь главное было. И один дух лжи говорит. Я пойду в устав всех их и буду говорить ложь. И Господь согласился. И у тебя поставил печать. И говорит, ты не так делаешь. Во всех вас ложь говорит. Все говорят, что овцы-то собранные. Под рукой одного царятишки. Монартический строй. Ему надо вернуться. Вроде овцы были разверены. Дух лжи вошел. А этот дух-то лжи допущен Богом был. Все хорошо. Святая ведь это дух лжи говорил. А были люди, которые говорили. Да, были. Я их знаю. Именно он называет Гриборий Петров. Конкретно говорил. Люди рассеяли. Я им Кронштадт не говорил. Он частично только открывал. Я так и им этого не говорил. Никто. Притом все рассеяли. Здесь Израиль был рассеянный. Ладно, это идет. Но ведь это относится к нам. Израиль это в историю ушло. А мы. Наша община имеет паспорта. Мы рассеянные. А теперь какие признаки рассеяния? То, что каждый делает, что кажется ему справедливым. Дает соответственно это. Сегодня собираются молиться католики во всех храмах православных. И когда это место прочитать людям, что Господь жалился над народом, что они были изнурены, рассеяны, как овцы, не имеющие паспорта. Ну, знаете, покровский собор-то. Сколько батюшек-то. Вот я говорю, что если Иоанн Затаул сказал, что большая часть священников погибает, а каждый их служит сам в 12, и сказать, что большая часть сколько, ну, явно не попало больше. Ведь ни один не согласится, ни священник не согласится, и те, которые у них. Ну, поезжайте по районам, приехайте сейчас в Тогул, в Ребреху и скажите, у вас паспорта спасется, открыто не скажет, но уж никак не хуже будет. А ваши овцы рассеяны? Как рассеяны? Нас же окормляют батюшки. Слово придумали особое. Не кормит, а окормляет. Да вы же ведь кости одни. Из-за киев видел, поля за теми сухими костями. А кормлять-то окормляет, да не кормил. Вот еще какой секрет-то. И овцы рассеяны. Они не знают паспорта Христа, а священник не знает Христа. А если бы они были вокруг паспорта, как Мария сидели бы у ног Христа и слушали, нас объединяет Христос. Он – это истинная лоза. Я говорю, паспорта добрый, пришел собрать моих. У моих слушается и идут за мною. Он впереди идет. Главное, что впереди Христос паспорта. А вы – это паспорта. Петр говорит. Итак, не господствуйте над последним Богом, а у православных, у католиков, сплошное насилие господства. Я бы его слов не сказал. Я тебе не придам. Я тебя возведу на костер. Са инквизиция придумана была. Господствует с ироническим настроем. Кажется, ни одного не останется в живых. И чем это кончилось? А мы спросим, а у баптистов? Давайте к тебе вернем. Я сам сын пастуха. Отец мой 40 лет. Если последний год считать, там, что про и коровы по горам был. 39 в обоглавной деревне был пастухом. И я с 5 лет на поле. И я знаю, что такое пасти овец. Коров тут понятно каждый день по дворам. И каждая хозяйка сразу найдет. Мои коровы. А нет, сегодня-то. А овечек-то надо считать. И мы их считали. Ладно, у отца была память непобедимая. Он знал каждую овечку. Когда следующая будет окопец, он всех знал. У него не было записи ни одной. На память. А вот я опасил. У меня память не знает. Я их сообщал. Они для меня все одинаковые. Я особую систему придумал. И она мне в втором томе показана. И та заболеет отца, а у меня их 1200. И в течение полутора минуты мог узнать, чья отца из какой деревни. Как пятно, свет. Я все стал записывать. И сколько? Да, босы я знал. А если этого нет, я не знаю. Сколько? Что я в осенью раздам, когда придут? Что я отвечу? Вот сколько у нас членов? Мы знаем, сколько членов, сколько приближенных. Вот у нас это нерассеянные опции. Кого нет, мы с Пашем? Ну-ка, позвольте. Сколько нет? Уехали туда-то в деревья, уехали в госпу, что-то за границу. Все до одного. У нас нерассеянные. И они идут не за человеком, потому что у нас Слово Божие. И священник у нас тоже понимает, он тоже под нашим контролем. А вы где-то он не пошел, то скажи, да в наши общины-то. Ведь он сгорит у нас сразу. И епископ у нас себя чувствует неспокойно. Он мне говорил, я нигде так себя не чувствую, как вешеным госпостоянием. И не согласен, но ничего не могу сказать. Это он мне не говорил. Значит, опция рассеянная или нет, он начал знать, а есть ли там количество известных. В аптистах, да, есть. У них точно фиксировано. И у старообрядцев есть. Значит, это вопрос. Смотрите, золотой, вместо пастыря не изберите волка. Ведь они собраны вокруг волка. И Павел говорит, из вас, из самих, восстанут лютые волки, не щадящие стадо. И даже если, значит, они не рассеянные, оказывается, это не все. И изберите пастыря, с рожи которого они святые осуществили. Который заботился, богатый, чем она питается. А ведь, что питается, это не речь идет не о столе только. А что ты считаешь, что смотришь? Телевизоры эти, на подгорыми, заверните, отверните экраном к стенке, не смотрите, ни с кем раз не разговаривайте лишнего. Вот. И Христос увидел, а они растерянные. Вот это сын Еблая, когда увидел, царь приказал, немедленно арестовать его, посмотри. Я когда вернусь со своими овцами, спором, то я тебе покажу. Он говорит, не вернешься. Такой пастырь не нужен народу Израиля. Он поставит другого. Сектанты, я говорю, могут показать. У них строго фиксированное членство, сколько есть. Самое абсолютно разброшенное, не имеющее членство, это не у мусульман, не у буддистов, а у православной церкви. Той церкви, которая тысячи лет идет. Я спрашиваю священника, а сколько у вас, он не понимает вопроса. Приезжая сколько, ну, артики переходят больше, знаете, меньше. Ну, дайте сколько, ну, бывает 12. Это уже, может, и будет 12. Притом, это все до одного. Я еще ни одного, который знал быть членство. Я знаю, членство есть в Москве у некоторых из православных. Но дальше смотрим, поваль поступает. По всем этим признакам-то посмотрим, радость это все на ничему еще. И они были изнурены. Ну, а выход где? А как может выход есть? Это в жарстве, она побелела, собирать надо. Люди готовы принять, а некому работать. Однажды мне пришлось известного богослова у баптистов, Карева. И он разбирает историю баптизма в России. Историю мирового христианства за 2000 лет. И говорит, более благоприятной среды для евангелизации, чем в России не было мировой историей. Была жажда в народе. Юродствовали, подземные заливали. Едва только бросили евангельское, семи десятками тысяч пошли люди. Вот ведь в чем дело-то. Жажда была, пастыря-то не было. Разбрелись. Революционеры бросили в лазу, пошли туда. Каких-то нет у заветских всех, даже считать страшно, везде успели. А там же дисциплина-то есть. Какая? Вот говорят, это народные граммелики. Ведь дисциплина-то была. Они постоянно тренировались. Сегодня все умираем. Подают всем напиток. Все питры не знают, смертельные линии. Когда подали смертельные, все 980 человек умерли. Все. Да, науки. И на это люди идут. А вот говорят, пастырь добрый, пастырь полагает души свой завет. Пященник должен идти за пастырем Христом, и точно подражать им. А мы смотреть на тех, которые живут по образу Христу. Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. И вот мы сегодня считали про Самарянку, как они пришли. Обратился в город Тихарь. Все приплыли корабли, нагруженные желанием знать волю Божию. Считая деяния апостолов сегодня, опять апостолы шли, не пропадали никому, кроме иудеев. Ну, пока так. А он начали всем говорить. И люди собирались, очень прочные общины создавались. На этих людей нельзя было сказать, что они рассеяли. Ворота, рассеянные опты Израиля стали собираться, рассеянные язычники стали собираться. Сегодня мы услышали это ощущение, и оно касается нас. Определись сначала, действительно ли мы не рассеянные. Мы не говорим о всех. А ты на неделю уходишь, и никто не знает, как ты живешь там. Пришел сюда, да, как будто по форме. Окончение-то, когда придем, лето кончилось, жатва брожения, мы не спасены. Вот такую фразу произнесут не будет это с нами, не будет это с нашим пастором, с нашим епископом. И пора все время молить. Господи, вы что делаете? Вот мы узнали, наши люди, кто могли быть священниками. Пока на этом остановилось. Молитесь дальше, чтобы у нас были священники и были запасные. Никак у нас не приживается. То ли мы такие, то ли они не такие. Но надо, чтобы у нас было все единое вокруг пастора Христа. Иезекииль 34,3,6 говорит так на священниках. веели туг и волною одевались шерстью. Царича, и григли, шерстью-то. А стадо не пасли. Как просчитаешь, Господи, ведь они же десятину брали и все, стадо не пасли. Но они же приедут три раза в год и каждый еврей обязан у прийти в храм. Было. Паску справляли, праздники. Это все православие сегодняшнее. Паски, это значит кормить. А чем кормить? Ну, сарабят, опять скажу, зашел, сдохшее бубелье дают. Не проживешь ничего. Ну, стояли, я стоял, чтобы всегда ему понятное на родном языке. Не просто так. Вот сейчас я принес книгу показать, называет «Протестантам о православии». И этот православный профессор об этом пишет. Я считаю, хоть бы ищи его, ты серьезно это писал или нет? Пишет, как у христиантов обращается, он в аптисах к крещению. Я сам знаю, что пишет правильно. Он из журнала переписывает. Ни слова нельзя сказать, все правильно. Он начинает насмехаться. А это что? Читает с выражением, мальчик с выражением, а человек пришел у него, горе, кричать, надо читать ровно, как у химинаристов, не в целом ищи читать, чтобы никакой интонации не было. А он понимает, а зачем? Допустим, человеку и неподав в храме, забежал на 10 минут, ну и не понимает, что он стоял, он внутри себя углубился. Я считаю, в ужас прихожу. Пока ты эти слова говорил, уже эти тысячи упыло овец-то ваших-то. Православие на них исчезает. Ты хоть как умно не говори, сколько ты не приводи историков. Ты понимаешь, что все секты полнятся. У них молитвенные дома переполняются, холославные храмы пустые строят, а молиться-то некому. Все эти рассуждения имеются, если душа приобретенная. А ты бы сказал, а вот сектанты говорят, а так обращаются. Что они делают? Вот так. Иоанн Атаус увидел, что ариане пошли крестными ходами. Они куда-то вокруг храма, где опоют. Да на понятном языке, в теснопение, как у нас. Не медленный садите, у нас есть такие истории, если есть. Скорее садитесь, пишите. И завтра подобный крестный ход пошел на встречу. Самые-то доброты брали, а его в России они нашлись, никто не знает где. А где ваша паса была? А кто знает. Вот скрещали, с чем могут там фиксировать. Сколько крестили, половина не фиксирует. Вообще не знают. Назовите, 10 тысяч, 20 тысяч. У нас одного нет. Ну, наверное, 99 у нас было. Ну, давай запишем, что нет. У нас только 99 пока. С детьми. И мы не можем никак эту цифру перешагнуть, как Барнаул. Не можете 100 тысяч добрать. И все. И вот послание к Евреям, 4, 15. Барн говорит так, ибо мы имеем не такого перед священником, который не может сострадать нам в немощах наших, а такого, который может сострадать. И вот за кем мы пошли. Мы смотрим-то на священника, а в лице его мы должны видеть Христа. Мы пришли к священнику, а то Христу, который действует через священника. Пророк Итая 56, 10 и говорит так, стражи их. Это говорит пророк Великий. Говорит евреям. Я не знаю, знал ли Исаий, что эти слова его переведут на русский язык. Да знал ли вообще он о том, что есть такая страна, Сибирь. И что мы будем знать ту астрию, какая была в Израиле за 700 лет до Христа. Ибо стражи их, евреи, слепы, все и невежды. Все они, не псы, немогущие лаять, бредящие лёжи и любящие спасения. Я только прочитал первое раз, да при чём тут евреи, это что про нас. Это состояние до революции, было ты сегодня, любящиеся, всеми невежды, всеми встретишься, одно только, не берите наши книги и против. Это на неделе, только на это встречался, человек никогда меня не видел. Это не с ним, мы сектанты, ему доказывают, показывают, и другой его соратник, Грузданил, первославный будет за рубежностью, он ничего не понимает, они полностью мозги им отшибли. Они просто любящие спать, они любящие лаять, облаивать их. Спал-то, думаю, ладно, они перешагнули это. Если там говорят, оставьте мерцисам хоронить мерцисов, ставите, иначе на мерцисов проскапывают. И про эту беду даже не слыхали и не знали. Пророк Иеремия это глава шестой стих. Народ мой был, как погибающие овцы, пастыри их совратили с пути, разогнали их по горам, и понятно, что они их убивали. Пророка Исаия убили. Понятно, что такие люди будут гонимы. И что они были рассеянны. А кто почему? Пастыри разогнали. Как они их? В храм не ходили, не говорили. Евреи привлекали к себе. А разогнали к тем, что пищи им не давали. Они не отвечали требованиям дуи человеческой. Я неоднократно повторял, какие должны быть шестерства у лидеров. Эти шестерства из качества должны быть у священников. У пастыря это знание, умение, как это сделать, чтобы вперед смотреть, как довести дело до конца. Это надо решительность, твердость, беспощадность к дыхам, привлекательность. И об этом надо говорить, чтобы у нас были пастыри-архипастыри такие, а они их разогнали. Народ мой погибал, говорит, допустим. И теперь считаем Иеремия 27,17. И нет у них пастыря, который водил бы их, и который водил бы их, чтобы не осталось ни одного погибшего. Но они как овцы, которые не имеют пастыря. Всю программу нарисовал пророк, а в конце опять, а они как овцы, которые не имеют пастыря. Пророк за пророком восстает в Израиле. Почему в православии не восстали такие, честные, смелые? Да не надо еще пророчествовать. Какое тут пророчество-то? Это сама ситуация, членство нет. Кого ты можешь пасти, когда ты не знаешь, сколько овец. А где были, ты тоже не знаешь. Даже на одну минуту не дай овечек оставлять. У нас в деревне, они не пастухи, но пастух по дворам. И вижу, пастух идет по деревне где? А где твое остаток? Я не гледал, я пока пришла домой к Победе. Да ты как могла довериться? Да куда они денутся? Это жалко, ты же ее не допрограммировала. Иди скорее. Да ничего не будет. Она пошла нет ни одной. Они давно поднялись, и поэтому доловить уже на территории другого района придется. Они не понимают, это овцы. На одну минуту нельзя их оставлять. Их ночью надо охранять. Меня пятилетний отец выводил, давал, ружье держал, и я нажимал, чтобы стрелять. Без роми. Откуда два овца? Возле дома. А сколько таких волков? Кто будет откунуть? Где эти пастыри, которые тряслись бы над нами? В шести словах от священства желал об этом говорить. Иаков тресся от холода. За каждую отцу, павшую, отвечал перед лаваном. Где сегодня эти пастыри? За однечку, если погибли по твоей небрежности, зато он говорит, всей жизни тебе не хватит рассчитать. А их миллионы гибнет. И никто не отвечает. Это сегодняшнее чтение. Было бы. Захария, пророк, 10-2. Но священники, учат же. И монахи учат. Как ты говоришь, не учат? Они проповедуют. Было все это, дорогой. И написано, рассказывает им сны лживые. Они утешают пасху свою пустотую. Поэтому они будут, как овцы, как овцы, в которых нет пастыря. Что ты рассказываешь, ты сначала посмотрел. И откроем чистое слово Божие. И скажи, так говорит такой-то пророк или апостол. Такая-то глава, что ты дома придешь и посчитай дальше. А они сны рассказывают в тонком сне. Вот что о покойниках? Ну, не раз и все только на одних снах. Вот сейчас даже нашли ведь он за соединение. Почему? А вот ему показалось где-то. Я не стал об этом говорить, просто объяснил. Давайте же можно. решать, что наше будущее учат. Нас хотят рассеять. Опять у нас пастырь может. Мы эти сейчас остались уже 10 дней. Уже в щите шаг будут, они последнюю точку будут ставить. Они могут нам поставить, эти улыбки у нас еще не останутся. Но внутри себя, я думаю, они нас не рассеют. И мне ничего с нами не делать. Это я так думаю. Повторяю, я не пророк. Просто подсчитываю. Я во имя Господа Бога и не говорил никогда. Я говорю, я так думаю, мне так кажется. Мне вопросов много, я отвечаю, мне кажется, Пушкин в район. Я так думаю. В общем, буду, чтобы, пожалуйста, пришлистился, исповедовался, у царя попросил прощения. Я по-человечески, но я не знаю, не видел. У меня ни одного откровения в жизни не было. У меня одно откровение, что решник, и что Бог дал мне слово свое. Вот Захарий 11,16. Я поставлю на этой земле пастуха. Я поставлю. Как обрадоваешься, как вот такого бы нам пастуха не спешит. За Китая прикосновит. Который о погибающих не побоится, и в которых потерявшихся не будет лежать, и в которых больных не будет лечить, а здоровых не будет кормить. Захария 11,16. Дальше ничего не надо продолжать. И коварий Господи, чем мы тебя прогневали, что таких пастыря ты поставил. Здоровья не кормят, поносят, больных не лечат, растеющихся не ищут. Ты вот спроси, я спрашивал священника, сколько свадеб было здесь на участии, и тот одна, точно знает. А кого из них вы знаете, а значит, ни одного. Да как это он сказал? Ну растеющихся, он ни одного не знает, но мы знаем, кто с нас отошел. Одного знаем. И вот Евангелист Лука 13,27 говорит, придет время, когда Господь скажет, не знаю вас, откуда вы, отойдите от меня сиболи неправды, чтобы быть отцой и с Господом, нужно всегда правду. Я маленькое пояснение только даю. Второе как у Авраама, а душа так как у Хама. Вот такое может быть. Филипийцам 3,2 берегите псов, берегите злых деталей, берегите обрезание. Павел говорил это об Иудеях, потому что обрезание они делали. А сегодня отростое обрезание указывало на крещение. Берегите пахов, которые и крещение-то не делают этой комочкой. Берегите. Это злые делатели. Мы ходим по городу и знаем, бед, никто не ходит в церковь, я только в субботу ушел и сразу на двоих нацах, которые вообще о нас ничего не знают. Полное свидетельство слушает. Встретился, который знает, священники только против говорят все. Притом как будто грань какая-то поставлена. Второе Тимофея 2,15 Старайся представить я Богу достойным, делателем и неукоризненным. Вот что нам нужно сегодня молить Бога, что нам помог увидеть у овцы нещесоточными, не пошивыми, требуемыми лечения. А лечение приходим сюда и в течение говорит, что вы пришли в лечебницу здесь. Сегодня еще не окончательницу. И так Господь увидел и жадился, что они были как растеянные. Быть может через нас Господь скажет тем людям, которые растеянные не знают. Что они сами делают, не знаю. Но будем просить, чтобы Бог сохранил нам пастыря и нашего епископа нам. Если Господь жалился над Итраином, почему Он не жалится над нами? А это возможно только через возрождение свыше, через живое слово его, через объединение вокруг Христа. Аминь. Аминь. Субтитры Семен Продолжение следует...